У нас 22 ансамбли художественного самодеятельности на территории Красноярского края. Из них 4 имеют звание народные, из них 5 ансамблей детских, что меня больше всего радует. Самобытность чувашского народа выражена в его костюмах, песнях, танцах, праздниках. Автономии удалось возродить два национальных праздника. Акатуй – начало пассивных работ и Чуклине – праздник урожая. Его красноярские чуваши уже 10 лет отмечают в разных районах края. На праздники приезжаешь и общаешься, старайся на своем родном языке. Так-то в основном проходит как бы на русском, потому что уже забывают речь чувашскую. Речь на чувашском языке звучит не только на праздниках, но и на съездах и конференциях, которые автономия проводит регулярно, и где обсуждаются такие вопросы, как концепции и планы национально-культурного развития чувашского народа Красноярья. Родному языку автономия посвятила праздник – День чувашского языка, который ежегодно проходит в день рождения выдающегося просветителя и гуманиста Ивана Яковлевича Яковлева. Сейчас я иногда и в общественных местах слышу чувашский язык, и в автобусы. Я считаю, это уже люди перестали стесняться своего языка и могут спокойно говорить, и без всякого стеснения. Я считаю, это тоже большая заслуга нашей автономии. Проект, которым автономия особенно гордится – книга «Чуваши на берегах Енисея» из двух частей. Геннадию Ивановичу удалось собрать истории многих своих земляков-тружеников. В основу книги было заложено первоначально писать о простых людях, которые приехали на великие стройки Сибири, на поднятие сельского хозяйства Сибири, то есть для работы в Красноярском и развития экономики края. Чувашская автономия выстроила конструктивные взаимоотношения со всеми участниками.